Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 11 января 2022. 22-го. Среда сегодняшнего, 23-го. Видите, никак невозможно пока. Ну, ничего, привыкнем. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, естественно, назначение Герасимова, командующего, то, что в Кремле называют специальной военной операцией. Да, это первый момент. Начальник Генерального штаба Российской Федерации. Точнее, главным военным, как бы, Российской Федерации. Командующим операцией. Что это значит? Да, попробуем. Погадаем на кофейной гуще, что это значит. Потому что, на самом деле, информация настоящая совсем минимум, а все остальное это спекуляция. Ну, раз спекуляция, значит спекуляция. Займем спекуляциями немножко. Ну, есть определенные моменты, которые точно можно сказать. Поэтому я их произнесу, по крайней мере, с моей точки зрения точно можно сказать. А дальше уже покажет время и будет видно, что это на самом деле было и для какой цели это было сделано. Потому что пока это достаточно сложно в этом разобраться. Это первый момент. Второй момент. Ну, же комментариев очень мало. Второй момент. Ну, вообще, надо сказать, что в Кремле мы всегда не так уж много комментариев по важным вопросам. Поэтому здесь экспертам, политологам, аналитикам очень широкая поляна играть в угадайку. Значит, это первый момент. Второй момент. Готовится новый раунд санкций против российской нефти. Надо его, как это, прощупать. Да, постараюсь вам рассказать, что будет, скорее всего, включено, какие виды нефти или нефтепродуктов будут в него включены, на что это может повлиять. Опять же, прогнозы дела неблагодарны. Поэтому в меру возможностей и своих способностей. Значит, ну и третье. У нас тут, надеюсь, что нам хватит времени посетить Дальний Восток сегодня. У нас там намечается конфликт между Индонезией и Китаем. Это интересно. Поэтому ваш покорный слуга решил этим сегодня тоже заняться. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что если есть вопросы, 347-46-99877, это смс-портал прямого эфира или комментарий. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не кроме Филадефи, Аппликацион Айхат, Аппликацион Рюсер, Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал. Спасибо, количество подписчиков увеличивается. Это очень приятно. И опять же, возникает больше коммуникации с людьми. Там можно писать, задать вопросы, комментировать. Очень удобно у меня там вступать в интеракцию. Почти сразу вижу комментарий любой, который появляется под тем или иным видео. Там все то же самое, что здесь. Единственное, что там уже нет. Музыки там непосредственно полчаса где-то в среднем. Выхлощенный материал, больше ничего. А подписывайтесь, заходите, искайте его очень просто. Кирилл Задов в YouTube или Бутик Политик в YouTube. Там можно его найти и подписаться. Ну и опять же, все, кто слушает на Саундклавде в любой точке земного шара, напоминаю, что это все записи. Поэтому лучше мне тогда писать в Facebook и в Twitter. Там я буду отвечать намного быстрее, чем в других вариантах. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. А первое, что нужно сказать в контексте новых назначений на позиции командования, то, что в Кремле называют специальной военной операцией, да? И то, что в Украине называют войной и во всем остальном мире. Ну, пока для России, пока, да, еще раз давайте, потому что это важно произнести. Не то, что я не понимаю, например, да, что это война. Я понимаю, что это война. Почему для России это специальная военная операция? Очень просто объяснить. Пока не объявлена всеобщая мобилизация, это специальная военная операция. Как только объявлена всеобщая мобилизация, да, тогда это война уже в любом случае. Это не просто фигура речи, это юридическая терминология. И, кстати, все те выгоды, которые государство российское, в любом случае, могло бы иметь, называя это, не называя это войной, их здесь нет, потому как я понимаю, что участники получают все те же самые льготы, как участники войны. А всякие компенсации за погибших, за раненых, такие же, как у погибших раненых участников войны. Поэтому здесь невозможно сказать, что есть какая-то выгода непосредственно, да, из-за того, что это не называется в России войной, называется специальная военная операция. Нет, просто это юридическая терминология, она как бы, как бы оставляет все это в правовых рамках, исходя из российского законодательства, насколько я это понимаю так. Но, опять же, есть разные точки зрения на этот счет, их миллион, как и мнение, миллион, поэтому не будем дальше в это заходить. Значит, сегодня Министерство обороны, где вы теперь, да? Министерство обороны сегодня объявило о руководстве, о изменениях в руководстве специальной военной операции. И по этим изменениям очень интересная картина вырисовывается, да, во-первых, командующим этой операцией стал сам начальник генерального штаба Валерий Герасимов, он же первый замминистра обороны, также его заместителями стали главнокомандующий вооруженными космическими силами ДВКС Сергей Суровикин, генерал армии, и главнокомандующий стухопутными войсками Олег Сулюков, и заместитель начальника генштаба вооруженных сил федерации генерал-полковник Алексей Ким. Вот такой состав нового командования. То есть, если раньше командующий всей операцией был назначен Суровикин несколько месяцев, он уже руководил военными действиями, мы увидели, как они изменились. И, кстати, украинские военные говорили, высокопоставленные украинские военные в интервью, разным западным медиа, ну, на кого удавалось такое интервью получить, говорили, что с их точки зрения действия российских войск в течение конфликта стали с назначением Суровикина более слаженными, разные рода войск стали действовать слаженно, логистика стала работать лучше, то есть многие вещи поменялись. Да, то есть здравый смысл в действии российских вооруженных сил на войне увеличился, да, его стало видно, по крайней мере, можно было понять, что происходит. Теперь, кстати, кстати, надо отдать должное сторонам конфликта, они отдают должное периодически военным успехам друг друга, опять, как только это, если это не касается конкретных продвижений и конкретных действий, а просто давать общие оценки, общие оценки достаточно уважительные по отношению к другу, то, что я слышал, да, от Пригожина, например, он сказал, что, ну, слышал, в смысле, в миде это прозвучало, да, что Пригожин сказал, что не нужно недооценивать украинские вооруженные силы, они дерутся, как львы, ну, примерно такая фраза прозвучала, что они очень доблестно сражаются, в плане, как бы, умело это делают, вот, и это, как бы, главный принцип, да, на войне нельзя недооценивать врага, и тут, как бы, и с украинской стороны тоже звучат периодически, да, заявления, как бы, о том, что тяжелые бои, и что, ну, правда, там больше звучит фраза, что, как бы, русские давят числом, это тоже понятно, опять же, сторона, стороны в эмоциональном плане, эмоциональный фон, точнее, очень накаленный, естественно, как на любой войне, поэтому здесь, ну, сам по себе факт того, что стороны отдают дань уважения друг другу на поле боя, да, и вне его, это, как бы, слышно, теперь, и это хорошо, на самом деле, но это, к сожалению, не ведет никакому прогрессу на поле диалога, это просто, как бы, непосредственно военное военных, а теперь, что это значит, да, самый главный вопрос, которым мы должны сейчас посвятить время определенное, потому что все те, кто говорит, что есть уже такие, кто говорит, что, на самом деле, Кремль недоволен Суровикиным, и его команда, и его действиями, но постугал он на командующего своего, и поэтому он решил такую перестановку сделать, и не ошибается, на мой взгляд, это не так, если бы это было так, он бы не оставил бы его в качестве первого заместителя командующего этой специальной операции, да, команды, первым замом командующего этих действий, он бы не остался, Потому что, когда человеком недовольны, его убирают Вот как с Лапиным решили вопрос, да Перевели там его с генералом Лапиным на другую позицию Сделали, по-моему, его сделали главком сухопутных хвост Что-то такое, и отвечать он будет за логистику Что-то подобное, что-то я тоже слышал Это, опять же, я сейчас хорошо понимаю, как иерархия в Генштабе работает вообще Ну и не военные эксперты, мы уже это много раз проговаривали Теперь, что для меня представляется важным В связи с назначением господина Герасимова на пост командующего всей этой операцией, да, войной А, во-первых, самое главное, да, и некоторые русские эксперты военные Я это услышал у них тоже Это логичный, на самом деле, вывод, который можно сделать Что операция приобретает характер, она выходит на другой уровень Да, и, опять же, отвечая на тот вопрос, возможно ли в России всеобщая мобилизация Которую мы задавали на прошлой неделе С назначением господина Герасимова на эту позицию С этими перестановками Ответ на этот вопрос становится все более и более вероятность Вероятность утвердительного ответа на мой вопрос В прошлой неделе повышается Да, то есть, да, возможно, еще больше Теперь возможно всеобщая мобилизация Потому как, ну А иначе какой смысл назначать, менять командование на таком уровне И самого главного военного, который есть в стране И который должен, в принципе, заниматься стратегическим военным планированием Если не ошибаюсь, функции генштаба именно такие Да, назначать его прямым, привлекать его к прямому руководству военной операции Да, это означает, что операция должна выйти на новый уровень И понятно, что для того, чтобы она, если планируется, что она выходит на новый уровень Скорее всего, первое, она будет официально объявлена войной уже, да И второе, она будет объявлена войной не просто так, а потому что в стране будет объявлена всеобщая мобилизация Так я себе это представляю Это, на мой взгляд, хороший вариант развития событий Потому что есть еще более тяжелый и серьезный вариант развития событий Сейчас я вас с ним познакомлю, заранее приношу извинения за тем, кого это Потому что это выведет в вас состояние комфорта, вполне возможно, но это так По крайней мере, так это выглядит для меня сейчас Что так как человек, который встает на эту позицию, встал с сегодняшнего дня Он, естественно, понимает, в его подчинении находятся все вооруженные силы Со всеми видами войск, да, и всеми видами вооружений Находящиеся в зоне военного украинского, российско-украинского конфликта И вне его, да, все ракетные войска, все, что есть То это означает еще несколько вещей Первое, что вполне возможно, что, опять же, эскалационную риторику мы слышим с обеих сторон Техника, динамика того, что начинают более продвинутую технику Передавать украинским вооруженным силам западные партнеры Украины В качестве колесные танки Сейчас, может быть, будет решение принято по Леопардам Который серьезный танк уже, да Разные системы ракетных, залпового огня Опять же, Хаймерс, это уже было раньше И вполне возможно, в какой-то момент может наступить такой момент Что украинской стороне будут, начнут передавать Современные самолеты западные Теоретически это возможно Просто надо еще обучить пилотов, как бы понятно Это может все занять время Но сколько продлятся эти военные действия, мы же не знаем Теоретически они могут еще и год продлиться, и два, и три Да, как страшно это все не звучит Но теоретически так это возможно Учитывая, что ресурсов у Российской Федерации, я так понимаю, достаточно Чтобы эту войну вести еще очень долго И эскалационный потенциал возрастает все больше и больше С каждым новым современным вооружением партии Это вооружение, которое приходит на украинскую сторону Эскалационный потенциал повышается Опять же, искушение у Российской Федерации Более активно работать по путям снабжения этой техникой украинской стороны И, соответственно, по уничтожению транспортных хабов Через которые подобная техника приходит Она ведь каким-то образом поступает на вооружение, правда ведь? То есть потенциальное вовлечение приграничных государств Подобный конфликт становится все более и более вероятным и возможным И тогда понятно, с чем связано назначение господина Герасима Потому что, если мы говорим о более широком военном конфликте С участием других сторон, еще в нем уже непосредственно втянутым в эту войну То тогда, конечно, одного Суровикина маловато Тогда это как бы совсем уже другая война И совсем другие военные действия И это совсем другого уровня конфликта Для него необходимо, чтобы возглавлял все эти военные действия Человек, которому подчиняются как бы все вооруженные силы Какие в этой стране есть, да? И который знает о том И может, имеет возможности и полномочия перебрасывать группировки Из одного места в другое Из одного военного округа, грубо говоря Суровикин же командующий СВО Он не может, допустим, из Красноярского военного округа перебросить войска Регулярную армию, да? Срочников, например А господин Герасимов может все что угодно сделать Опять же, естественно, с согласиями СССР обороны И именно я так понимаю, что для этой цели он назначен То есть в любом случае война становится другого уровня войной, да? И вовлечение, скорее всего, солдат срочной службы Уже для меня вопрос абсолютно То есть в моем представлении этот вопрос решен Это будет происходить Теперь более широкое увлечение Сейчас они есть наверняка, да? В зоне войны, в зоне военных действий Но также, скорее всего, будут привлечены срочники из других округов Наверняка Но это как бы все еще достаточно мягкий вариант Потому как он не вызывает каких-то более резких движений Пока, по крайней мере Но, опять же, мы все это увидим Также мне представляется, что использование возможностей Возможности использования России неконвенционального оружия В случае того, если дела вдруг пойдут плохо С назначением Герасимова тоже возрастает Вот этот момент, на который я хотел сейчас обратить ваше внимание Потому как, если раньше и говорил Путин Что мы же не сумасшедшие, никто не будет этого делать Но возникает Понимаете, когда во главе такой операции Становится человек военный такого уровня, да? Это очень-очень нехороший знак Показывающий отрицательную, в принципе, вообще Для всей этой ситуации негативную динамику Поэтому все возможно тогда, раз так Потому что человек авторитетом своим Да, авторитет его в вооруженных силах, как я понимаю Очень высокий Среди генералов, я имею в виду Все-таки человек достаточно долго был начатать Генерального штаба И вот, потому что представить себе, что это произошло Только потому, что Кремль недоволен тем уровнем командования Которое сегодня осуществляется Мне сложно себе представить Те как бы вопросы уже были решены назначением Суровикина К Суровикину, я так понимаю, у Кремля претензий нет Опять же, то, что он остается первым замом Да, и он будет, так понимаю, отвечать за определенный круг вопросов В течение, да, он никуда не делся оттуда Показывает, что не недовольство им руководствовался Кремль При принятии этих решений Соответственно, кстати, как мы это еще можем увидеть Мы можем увидеть какими-то награждениями в очередной день Да, например, после взятия Бахмута или Солидара Вот что там уже, Солидар уже вроде бы почти полностью взят По крайней мере, ну, источники разные, разные вещи говорят Ну, похоже, по многим-многим каналам информации Солидар, да И на как бы следующем будет, скорее всего, Бахмут, опять же Если все будет идти в том же тренде, в котором сейчас идет И если так, то вот после этого, да, это как бы две символические победы Которые российские вооруженные силы пытались уже добиться В течение последних шести месяцев И если это будет сделано, то как бы это будет повод Мы увидим тогда какую-то серию награждений И вот, скорее всего, если мы увидим там среди награждаемых Суровикина Значит, я оказался прав Если нет, это еще тоже не значит, что я оказался неправ Но, в принципе, вот такой момент, я считаю, что это будет лакмусом таким, да, посмотреть Правы ли те, кто, и я в том числе, которые говорят, что это не недовольство Кремля действиями этого командующего А это просто повышение уровня этой операции И понимание Кремля важности этих военных действий, этого конфликта И потенциального его эскалационного, и его эскалационного потенциала Вот как бы что, и отражение этой реальности Это то, что я пытался сказать Я надеюсь, что то, что я говорю, понятно Теперь При всем при этом мы пока не наблюдаем Видимые, по крайней мере, усталости от этого конфликта с европейской стороны И видим только усиление риторики, естественно Усиление помощи Какой-нибудь из программ мы обязательно коснемся Поставок вооружений новых Да, обо всем этом надо говорить Просто еще не все решения приняты Я так понимаю, что пока не все понятно Что конкретно придет и когда это придет Насколько, для того, чтобы проанализировать Насколько это может оказать воздействие на ситуацию на земле Там непосредственно Но в любом случае Вижу я так, что если количество человеческого ресурса Будет увеличено с российской стороны То успехи и продвижение вперед с российской стороны Будет более заметным А Ну и опять же Преимущество России в артиллерии Все равно в Донецке Да, в Донецке очень большое Пока на сегодняшний день Поэтому мне представляется Что если при наличии дополнительных резервов еще Ситуация для украинских вооруженных сил В Донецком регионе Будет становиться хуже и хуже и хуже Так я это вижу Опять же есть другие места Где украинская армия будет продолжать наступление Развивать это контрнаступление Когда там погодная ситуация поможет И ситуация общая позволит это Не поможет, позволит это сделать Вот Поэтому опять же Я остаюсь при своем мнении Что военного решения Тотальная победа Невозможна ни для одной из сторон Поэтому наилучшим вариантом для всех Было бы как можно быстрее Вовлечься в переговорный процесс Потому как Как правильно сказал Маск Вопрос только в том Сколько за то время Пока стороны отказываются От нормального разговора конструктивного Сколько за это время погибнет людей Проблема в том Как обычно Да То что опять же Я не устаю говорить Что тот Минимум На который Украина готова пойти Для того чтобы договариваться Превышает тот максимум Который Россия могла бы уступить В данной ситуации Учитывая что мы уже Находимся На 12 месяце военных действий Это вот та ситуация Которая исключает диалог Но опять же Внешнее воздействие Нельзя снимать Никак Я как бы далек От того Чтобы считать Что все Что делает Украина Происходит По директиве Прямой Вашингтона И только Не уверен в этом Совсем нет Но понятно Что Вашингтон Так как Кто платит Тот заказывает музыку Имеет естественно Влияние огромное На механизм Принятия решений в Киеве Без сомнения Сказать что все Что делает Киев Происходит по приказу Из Вашингтона Я не могу Но То что большая часть Решений продиктована Принято Принимается Под влиянием Вашингтона Да я обязан Это сказать Потому как Ну деньги Да и все Основная масса денег Которыми сегодня Оперирует украинское государство Оно приходит из Вашингтона Короче Сказал Пошли дальше Теперь Относительно действий Европы И ее Желание Еще больше Санкционировать Российскую Нет Значит Следующий раунд Санкции Ожидается 5 февраля Теперь значит Задача двоякая У Евросоюза Есть У стран G7 У Евросоюза У стран G7 В данном случае Ну уже раньше Рассказывал я вам О том Каковы Вот этот Установленный Предел на Нефть Цены Как он повлиял А он оказывается Вот эти все Громкие заявления Все они не сильно На рынок повлияли Почему Потому что Россия Уже обеспечила Большое количество Танкеров себе Да так называемый Теневой флот Да который Спокойно перевозил Эту нефть Которая типа Была бы иначе Резакционирована Ну а Россия Продавала Весь мир Этими танкерами Которые Не на западе Застрахованы Которые принадлежат Так понимаем Российской Федерации Она смогла Их приобрести Вовремя Подготовится Короче большое Количество танкеров Переводит Российскую нефть И это не подпадает Под санкционное Давление Поэтому И американцы Об этом знают Кстати мы это знаем Нас это устраивает Потому что Это в итоге Создает определенный Определенное Спокойствие В плане поставок Нефти на мировых рынках Потому что Все таки мы должны Понимать Что Россия По крайней мере До недавнего времени Поставляла на рынок 10 млн баррелей нефти Сейчас может быть Намного меньше Но Все равно цифры Очень большие Теперь следующий раунд Это еще больше Установить предел На цену Да Там эти нефтепродукты Нефт будет делиться На две категории Первая это Нефтепродукты Переработки У которых Ну например Дизель Да Который очень Требуется сильно В Европе например И Второе Это нефть Как бы Это бензин Это Не бензин Это нефть Которая идет На производство Бензина То есть топливо По поводу топлива Как бы Здесь Больше гибкости Есть возможности И маневра У Евросоюза Потому что Разные есть Поставщики Такого А вот За счет нефтепродуктов Проблема Проблема заключается В том Что Если с простой нефтью Да Там Россия работала Вот с этим флотом То Нефтепродукты Так не перевезешь Уже продукты Переработки И поэтому Если они реально Начнут с 5 числа Это об этом Они кстати и думают Да Начать санкционировать Продукты нефтепереработки Вот этот дизель Например Да Например То это может Вызвать Серьезный дефицит Поставок Потому как Россия является Большим поставщиком Да Этого Этих продуктов Там масла Всякие разные Дизель Разные Короче Вторичного Крекинга Да Продукция И Россия является Большим поставщиком Этого Этой категории Продукции Нефтепродуктов И соответственно Заменить ее на рынке Будет очень непросто Это может создать Дефицит Определенный Сильный рост цены Именно для этого Американские Короче Профессионалы Да Из Департмента Стейта Из Трежери Департмент Метиста Финансов Поедут В Европу В Латвию Литву Эстонию В Польшу Разговаривать О том Потому как Мы понимаем Кто наиболее Важный Как бы Голос В этом Дальнейшем Санкционировании Российского Российского Нефтепрома Как это делать Кто Главные Как бы Голоса Потому что Я так понимаю Что страны Эстония Латвия Литва И Польша До сих пор Не поняли Что То есть Может как раз Они не понимают Какая угроза Для них есть Угроза Да реально Опять же Исходя из того Что было сказано В начале программы И само по себе Назначение Герасимова На ту позицию На которую Его назначили Не может никак Не держать в покое Они должны Начать отнервничать Еще больше Да С другой стороны Они думают Что чем больше Они будут Санкционировать Российскую промышленность Да Чем короче Чем более Враждебно Европа Будет нацелена На российский экспорт Да Чем больше Будет принято Мир Чтобы этот экспорт Ограничить Тем больше Будет у них Шанса Что У России Будет заинтересовано В снижении Своей военной активности Как раз наоборот Мне кажется Потому как Опять же Все время Так называемые Страны Либерального мира Либерально-демократического Да Должны как бы Возвращаться К первоисточнику Либерализма Который Первоисточник Похороненный в Калининграде Говорил Что Только торговля Способна как бы Создать ситуацию Я Упрощаю Да нельзя На самом деле Да То что он говорил Но в принципе Если нет взаимной торговли И сторонам Нечего терять То тогда как бы Нет Мало Мало Заинтересованности Не прибегать К военным методам Решения проблем Я надеюсь Это понятная мысль И как бы Кант ее Формулировал в разных В своих работах Формулировал достаточно четко И ясно Что важно Чтобы была торговля Когда есть торговля Есть шанс на то Что взаимный бенефит От торговли Он Снимает Негативные последствия Как бы От других моментов И Предотвращает войну Давайте скажем просто А когда нет Взаимной торговли Нечему короче Эту войну Предотвращать Если возникает конфликт Желание стороны Прибегнуть К военной силе Оно ничем не ограничено Ну заключением собственных ресурсов Собственных возможностей К этой военной силе Прибегнуть Я напоминаю Что Эстония и Латвия Что Прибалтика и Польша Они граничат с Российской Федерацией Они конечно же Сильно рискуют Во всем этом Во всем этом процессе Потому как Никто не хочет Чтобы реально Несмотря на всю НАТОвскую риторику Несмотря на то Что говорит Столтенберг Что говорит Соединенные Штаты Америки Никто не хочет Перед этим выбором Вставать Потому как Если не дай бог Эта война эскалирует Как бы на совсем другой уровень Выйдет То это уже будут Вопросы жизни и смерти Совсем другого уровня Сейчас как бы Одно дело Наблюдать со стороны И бросать в этот Костер дрова И совсем другое дело Стать как бы Участником конфликта Напрямую Я надеюсь Что на самом деле Военные стран Выше указанных Американские военные И генералитет Далеки от Восприятия Российской армии Как бумажного тигра Да это правда Что Российская армия 80 лет не воевала На земле По настоящему Полномасштабным Военным действиям Да все что проходило Были операции В Чечне Или в Грузии Или в Сирии Это все были Ограниченные операции Ограниченные действия Афганистан тоже нельзя Назвать Конвенциональной Конвенциональной войной Это тоже была На самом деле Ограниченная операция Она просто затянулась Надолго Но она была Да ограниченной операцией И таких полномасштабных Военных действий Когда разные Родовой Взаимодействуют Должны взаимодействовать Слаженно между собой На большой территории Длиной фронтов Тысячу Там полторы тысячи Километров Да такой войны Не было 80 лет Но это никаким образом Не отменяет Потенциальные возможности Ракетных И космических сил Там авиации И так далее И так далее Не мне вам это объяснять Я думаю что вы все это уже видели В общем и целом Это не бумажный тигр Все равно И опять же С каждым месяцем войны Уровень слаженности И уровень Поведения Этих военных действий Увеличивается Вот что тоже надо учитывать Короче Приятного пока мало Нехороших Хороших короче новостей Пока у меня для вас нет Бутик-политик Сказал Как обрезал Добро пожаловать Бутик-политик Часть вторая С вами Кирилл Задов 11 ноября года 1023 Видите все правильно Уже с второго раза Обещал Индонезийско-китайскую Проблему описать Она есть Да Как там В ДМБ Вы видите Судишь Суслик А он есть Она есть Да даже если нам это не видно Потому что Индонезия Китая далеко Но сначала Отреагируем На месседжи Которые приходят Немного правда В прямом эфире В последнее время приходят Но спасибо всем Кто участвует Олег большое спасибо 673 за ваше замечание Добрый день Сегодня слышал Что Блумберг сообщил Что российская нефть Продавалась За 138 долларов А бюджет основан На 70 Имеется ввиду за баррель Я так понимаю Олег Спасибо Олег Спасибо вам Ну да И кстати говорят Что еще дешевле даже Индии и Китаю Продавалась нефть Ну правда там Индия особенно Большой бетч продавался Прям большая партия Очень прям много И когда опт То всегда скидка И опять же Напоминаю Ну да Бюджет указывался При 70 Ну и вся же нефть Продается По 38 Правда Вот это раз Во-вторых Ну даже если так Наш бюджет будет Немного дефицитным Ну и вообще Надо сказать Что я в ожидании Переформатирования Олигархии российской В любом случае Это рано или поздно Особенно если Военные действия затянутся Должно произойти Ну так мне Представляется Не спрашивайте Что значит переформатирование Я думаю все Прекрасно понимают Что это значит Да Какого-то уровня Раскулачивания Должно произойти Потому как Ну источники поступления Средств бюджета Вот МБС Это кстати показал Как это делается Правда Опять же Для того чтобы понимать Насколько это возможно В России Надо понимать Урен взаимоотношения Разных полюсов силы Внутри Кремля Разных башен между собой И эту динамику Кремлевских башен Я имею ввиду И я этой динамики Не знаю Совсем Вот совсем не знаю Потому как Ну для этого Надо быть экспертом Внутри Кремлевским Да Понимать что там происходит Там есть люди Которые в России Этим занимаются И это их хлеб И совсем не мой Вот И плюс Я там не живу Я не скажусь даже Поэтому ну как Как можно оценивать Что внутри Кремля происходит Находясь в Нью-Йорке Это было бы Глупо и самонадеянно Правда Поэтому Ну мне представляется Что что-то типа МБСовская революция В Кремле должно произойти Рано или поздно Так мне это видится Особенно если Средств Поток средств Поступающих в Россию Будет уменьшаться Потому как бюджет Конечно Дефицитным может быть Но только до определенного момента И определенное количество времени Теперь позвольте Сосредоточиться На заявленной теме Который вот что-то еще Дефицит Да Да Дефицит Ну понятно Дефицит Конечно Короче В двухсотмильной зоне От Индонезии к северу Я так понимаю От нее есть Группа остров Натуна Острова И на их шельфе Огромное газовое месторождение Огромное И там уже ведутся Геологические работы Уже там есть пару скважин Которые кстати С огромным риском Бурили там Как фирма по контракту Которую Индонезии Удалось подписать Зная что китайцы Там очень нервничают Напомню что Это Южно-Китайское море И почти вся его территория Называется китайцами Китай считает Своими зонами Своего экономического интереса На сами острова кстати Китай не претендует на эти Они индонезийские И с точки зрения Международного права Двухсотмильная зона Экономическая Да Позволяет Индонезии Эти месторождения Спокойно разрабатывать Но на подобные попытки В других ситуациях С Вьетнамом И с Малайзией Когда они пытались Там что-то бурить Где-то около Типа около себя Китай считает Что это его Как бы зона Экономического интереса И высылал туда Свои военные корабли Короче Мешал явно И пытался То что называется Буллинг Пытался Интимидейшн То есть Как бы это по-русски Интимидейшн Очень сложное слово Для русского языка Для перевода Я имею в виду на русский Ну короче Склонить как бы К тому Чтобы этого не делать Вот И опять же Переговоров-то нет никаких То есть ситуации Когда нет переговоров Очень многое зависит От того Насколько страна готова Вступать В конфронтацию По крайней мере вербальную И выставлять достойное количество Как бы вооруженных сил флота Для того Чтобы свои интересы Защищать в море Индонезия готова Вот разные Индонезийские чиновники Уже сказали Что мы там Китайскому давлению Буллингу Не подчинимся И будем делать То, что нужно Для наших интересов Красно-белый флаг Это флаг Индонезии На этих островах Будет на этом месторождении На этих скважинах Будет стоять Никуда не деться Мы будем защищать Наш национальный интерес И уже Индонезия Уже был инцидент В 16-м году Между флотами Китайским Индонезийским Определенные И поэтому Это заставило Короче Индонезийцев Усиленно вкладывать Денежку В разработку В формирование Собственной военной Флотилии И в общем Чревато это все Китайцы пока Никак ситуацию Не комментируют Пока Но до того момента До сегодняшнего дня Обычно Любые попытки На той территории Которую Китай Объявляет зоной Своих интересов В Южно-Китайском море Кого-то там бурить Вызывали очень жесткое Противодействие Китаю Ну вот До этого момента Была ситуация При котором Индонезийские военные корабли Китайские Играли там в кошки и мышки Несколько месяцев Да Ходили друг от друга В любом случае Ситуация имеет Очень сильный Эскалационный потенциал И Я вижу здесь Как можно В принципе Мне представляется Опять же Насколько это реально Сложно сказать Но мне представляется Есть один путь Который мог бы здесь помочь Мне кажется Мне кажется Что У Индонезии Есть одно Большое преимущество В данном случае Какое это Мусульманская страна С огромным населением Мусульманская страна Важная в мусульманском мире И как страна важная В мусульманском мире Она сунницкая страна И Не Хвановская Да Не парадигмы Братья-мусульман хотя даже сейчас это может не помешать, она в очень хороших отношениях с Саудовской Аравией находится, насколько я знаю. И теоретически, учитывая последнюю динамику, возвращаясь к предыдущим разговорам всем, учитывая последнюю динамику между Китаем и Саудовской Аравией, мне представляется, что саудиты и лично МБС могут быть посредником и как-то эти вопросы спокойно обсудить и решить. Учитывая, что китайцы очень сегодня заинтересованы в том, чтобы с саудитами дружить. Без сомнения, по многим-многим-многим причинам, которые раньше мы указывали, это же не только деньги, это влияние, это возможности обеспечения себя ресурсной базой и альтернативной ресурсной базой. Я сейчас имею в виду, мало ли что там произойдет дальше. Китайцы мудрые люди и в принципе понимают, что нужно иметь страховой полис. И Саудовская Аравия как раз такой страховой полис китайской экономике может предоставить до определенного уровня, естественно. И вот поэтому мне представляется, что вот конкретно спор Индонезии с Китаем можно было бы решить, не прибегая ко всем этим кошкам-мышкам, ко всем этим нервным действиям, а просто через посредничество третьей стороны. Третьей стороной могла бы стать Саудовская Аравия легко. Мне так кажется, опять же, для дипломатического имиджа Мухаммада бен Салмана это было бы очень, на мой взгляд, очень положительное развитие. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов. Вы слушали «Бутик-политик». К нам всем мира. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.